И как мы видим, это обещание, дано Аврааму на будущее, для будущего. Интересно также запомнить тот факт, что нужно еще будет подождать где-то 25 лет, прежде чем что-то вообще произойдет. Готовы ли мы ждать Божьего? Она честна. Это просто мой такой... Мы живем в таком незамедлительном, непромедлительном обществе и поколении. И мы хотим, чтобы все происходило быстро. Ну, все может происходить быстро. Но не всегда так бывает. И когда мы будем на всех этих людей смотреть, изучать жизни и поймем, что некоторое время таки проходит, прежде чем что-то материализуется. Иногда, когда мы читаем эту историю, мы забываем, что есть 25 лет, прежде чем Исаак родится. Бог дает обещание Аврааму, что будут дети. И что 25 лет еще должно пройти. И Аврааму 75 лет. Не знаю, много ли мужчин есть, у которых рождаются дети в 75 лет. А тем более, намного меньше таких, у которых рождаются дети в 100-летнем возрасте. Другой еще вопрос в том, что сколько лет Саре было? Сколько лет Саре было? 90. Когда он родился, да? 90, она была 90. Когда он родился, но как летит она сейчас? Как летит она, когда Авраам был 65? Саре. Езzy calculation. Again, when who was old? Авраам was at this point 75. How old was Саре? А, I see. Сколько было, когда было дно вбитывание Аврааму? 75 лет, а сколько было Саре? We don't know? 9 years difference. Езzy calculation. 9 years difference. Аврааму было 75, а Аврааму, значит, было 65. 10 лет разница. Поэтому сколько женщин вы знаете, которых дети рождаются? How many women who are 65, do you know who have a child? У которых рождаются дети, 65. Поэтому даже уже в этот момент уже проблема такая. Естественная проблема, природная. Do I dare tell. Someone once said, yeah, Авраам probably told God, well, the plumbing doesn't work anymore. Again, plumbing. Кто-то сказал, что у Авраама не работала система, как электричество. Проводка не работала, вот так. We need to notice, that Abraham responded to a very unspecific and undifferentiated promise. И можно сказать, что Авраам ответил, он откликнулся на очень уникальное обетование и очень особенное, отличающееся от всего остального. И он также откликнулся на заповедь, иди, переходи. И те проблемы, которые возникают у Авраама в этот период. Как он мог вообще это в своей поседневной жизни применить? Как жить в реальном мире с обетованием Бога? Как же он понял, или же, как вообще эти обетования должны в реальной жизни работать, применять их на практике? И во всех этих главах, когда мы изучаем жизнь Авраама, по мере того, как он перемещается в Ханаан, Бог будет подтверждать обещания и также подтверждать то, что Авраам должен делать. В первый момент Авраам очень хорошо прореагировал. Бог перевел его в ту землю, он строил жертвенник. И таким образом он признал, что Бог направляет его в этом путешествии. Авраам дальше идет в этой земле. Однако, во всем этом позитиве, этих хороших событиях, мы смотрим, что что-то новое начинает происходить. Бог дал обещание о земле, но затем внезапно наступает голод в той земле. Очень серьезный голод. И нужно что-то предпринять, так как это уже вопрос жизни и смерти. И в те дни, если голод в земле, значит, что ни у кого нет никакой еды. Поэтому невозможно идти в магазин, в супермаркет, купить что-то. Поскольку вообще ничего нет. Единственный вариант, который реален, возможен был, это куда-то переехать, где вообще что-то есть. Авраам все оставляет позади. Так же рискует, можно сказать, идет на риск в своем следовании за Богом. И очень он верен в том, как он все делает. Интересно, что Бог вводит Авраама в обетованную землю в тот период, когда происходит голод. Вы должны это представить себе. У вас есть это обещание. Вы следуете, идете дальше. И вы думаете, ну хорошо, буду следовать за Богом, все будет прекрасно. Обычно, но мы так себя и чувствуем. Хорошо, если я слушаюсь Бога, тогда все будет прекрасно. Но мне придется вас разочаровать. Не всегда так бывает. И как мы это видим в случае с Авраамом. Он делает все правильно, не так ли? Да. Но все же была проблема. Он вошел в обетованную землю, а потом оставляет ее, поскольку там жить невозможно. И в этот момент истории мы не знаем всех фактов. И мы пока не знаем всех событий, которые еще предстоят в будущем. Но это первый раз за все, за многие разы. Так, а, можно сказать, что верность, которую Авраам проявил, подвергнет риску Авраама и его семью, его домашних. Что можно взять для себя из этого? Поскольку в этом наша цель есть. Научиться из этого, взять урок. И так же применить это в своей жизни. И понимать, как Бог будет действовать в нашей жизни. И если мы хотим следовать за Богом. Это будет означать, что иногда нужно будет идти на риск. И, то есть, если у нас есть семьи или наши близкие, они также будут попадать в трудные ситуации. И вопрос только такой возникает. Отличет ли нас это от следования за Богом? Что более важно для нас? Наша собственная безопасность? Либо следование за Богом? Если мы будем читать некоторые истории миссионеров, мы всегда начнем понимать, что не всегда это так легко. И, может быть, позже мы к этому возвратимся. Но, окей, Авраам следует за Богом. И с Божьей точки зрения, одна из основных тем, которые возникают, вопросов, которые возникают. Ухватится ли Авраам за это обетование? И продолжит ли следовать за Богом? Даже в ситуации, когда, возможно, это какой-то тупик. А Авраам хотел ли Авраам следовать за Богом даже до той степени, что он столкнется со стеной и будет потом ожидать, что Бог уберет эту стену? Либо же Авраам ставит это обещание и будет идти своим путем? Со стороны Авраама будет ли Бог верен Аврааму в том, чтобы воплотить это обещание? Либо должен будет Авраам взять в свои руки всю власть и попытаться самому свое будущее сформировать. И сформировать свое будущее во всей этой реальной жизни. И мы так же все встречаемся с такими же вопросами. Когда Бог дает нам обещание. Он смотрит, он ищет, будем ли мы ухватываться за это обещание. Либо же мы просто уйдем от этого, отпустим. И с нашей точки зрения, хотим ли мы доверять Богу? И мы спрашиваем, задаем только вопрос, чтобы Бог сделал то, что Он обещал сделать. Это реальность такая. И мы должны жить в реальности. Поэтому не пугайтесь. А, поэтому можно сказать, не надо надувать такие воздушные шары и жить в сказочном мире. Авраам жил в реальной жизни. И у нас такая же реальность. И все же нужно понимать, что Бог верен. И Он сохранит свое обещание. И потому Авраам спускается в Египет, где была пища. И сразу же у Него возникает другая проблема. На Него нападает страх за свою собственную жизнь. И Его также страх обращался вокруг Его жены. Сары. И причина, по которой я сначала сделала этот особый акцент на возрасте Авраама и Сары. Очень интересно, потому что следующий отрывок, когда вы читаете. Чего Авраам боялся вообще? Он боялся, что Сара привлечет внимание в власть имеющих Египта. И они его уничтожат для того, чтобы взять себе Сару. Поэтому, что делает Авраам? В 12 глава, 11 стих, по 13 стих. Когда он приблизился к Египту, к которому он должен войти, он сказал Саре, своей жене, послушай, я знаю, что ты привлекательная женщина. Ей было 65 лет. Сколько женщин привлекательных вы знаете в 65-летнем возрасте? Так что, когда Египтяне увидят тебя, скажут, это его жена. Давай убьем его, заберем ее. И потому Авраам говорит ложь. И он говорит, скажи, что ты моя сестра. Так, чтобы со мной было все хорошо ради тебя. И чтобы моя жизнь сохранилась. Иногда мы читаем, пробежались, и все, мы не обратили внимания. И мы даже не понимаем, что тут вообще что-то такое необычное было. И такая ситуация происходит дважды. Дважды, одно и то же. Авраам боится за свою жизнь. И этот страх вокруг его жены, связан с его женой. Она должна была быть на самом деле такая женщина. 65 лет, такая привлекательная, что каждый мужчина поворачивается. И видим, что у Авраама возникает ситуация принятия решений. Иногда неверных решений. И я думаю, что в этот момент Авраам свою возможность упустил в том, чтобы доверить Богу. Иногда у нас будут возникать ситуации. И нам нужно хорошенько подумать, прежде чем что-то сделать. Будем ли мы продолжать доверять, что Божья сила будет и Божья защита будет? Либо же мы попытаемся решить проблему своим способом. В английском языке есть такая песня известная «Мой путь». И это все реальность жизни. И Авраам сталкивался с этими ситуациями реальными. И нам следует быть честными. Как я говорил, иногда мы пытаемся санитарную чистку сделать или рационально все решить. О, Авраам был этот великий муж веры. Но он же был настоящим, как бы реальным человеком, обычным человеком, как вы и я. И он сталкивался с такими же проблемами. Поэтому это была первая ситуация, с которой он столкнулся. Будет еще больше таких же ситуаций. Какова же эта проблема? Получается, будет ли Авраам доверять в обетование? Верить в обетование? И будет ли Авраам доверять Богу? И иногда у нас такое ощущение складывается, что как будто Авраам должен был обетование привести в действие. И также нужно понять, как бы это на нас вообще повлияло. С одной стороны, можно сказать, что Авраам в этом случае поступил трусливо. Может быть, это звучит не так приятно. Но все же он не доверял Богу, когда на кон была поставлена его жизнь. и так же нужно увидеть, что мотивировало Авраама в тот момент. И как потом история продолжается, фараон увидел Сару и потом забрал ее в свой дом, двор. Но мы видим, что Господь его воздействовал около 16-17. Еще? В конце 16-17 стихе. И это говорит, в 17 стихе, Господь поразвижает тяжкими ударами фараона, дом его за Сару, жену Аврааму. Даже если Авраам попытался сам своими силами решить проблему, Бог пришел на помощь Аврааму. И Бог хранил свои обещания. И потому Сара снова была возвращена в дом Авраама. Также Аврааму было сказано Богом, что тот станет обетованием. Он станет обетованием, и те, кто будет благословлять его, будут благословены, проклинать, кто будет, будет проклят. И мы также себя можем спросить в этот момент. Именно в этот момент истории. Был ли Авраам благословением для других? Как бы вы ответили? Не совсем в этой ситуации. Я бы сказал, что точно нет. Потому что, во-первых, он солгал, и потом еще дом фараона пострадал, должен был пострадать из-за поступка Авраама. Нельзя это совсем назвать благословение для других людей. Ему нужно было научиться тому, что нужно доверять Богу. И много ситуаций в жизни Авраама. Также будет много ситуаций в вашей жизни, когда вы должны будете увидеть, что за решения вам принимать, и каковы будут последствия ваших решений. Мы также должны быть благословением для этого мира. И мы должны спросить себя, когда мы делаем что-то, даст ли это благословение, либо проклятие. Хорошо. Фараон возвращается к Аврааму и говорит, что ты со мной сделал? В тот момент, конечно, фараон не знал, что Авраам должен был быть благословением для фараона. Ну, конечно, Авраам знал, что все его проблемы только начались из-за вины Авраама. И в таких же ситуациях мы можем это применять к себе. И все же эта история показывает, насколько Бог был верен Аврааму, насколько Бог был верен Аврааму, несмотря на ошибки Авраама. И даже если у нас что-то не получится, Бог останется верным. И мы передвигаемся дальше, в 13 главе. Есть интересный момент, когда Авраам, жена его, все, что у него было, выходит из Египта, и они идут в Негев. Авраам стал богатым, множество скота, серебра, золото, и он доходит до Бет-Эл, до того места, где он был в самом начале, и там, где он построил жертвенник. И там Авраам призвал имя Господне. Мы видим из этой уже следующей истории Авраам богатый. Богатый и умный. Даже у него были свои небольшие войска. Об этом можем увидеть, читать в 14 главе. В 12-16. 14. Пришли некоторые люди, забрали лота, племянника Авраамова, жившего в Содоме, имущество его, и ушли. И пришел один из уцелевших, и известил Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, Аммариянина, брата Ашколу и брата Аныру, которые были союзники Авраамовы. Авраам услышав, что сродник его взят в плен вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дудана. И, разделившись, напал на них ночью сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и лота, сродника своего, и имущество его возвратил также и женщин, и народ. Поэтому у него было такое войско из 318 человек. Достаточно такое число хорошее. И, конечно, он был тем человеком, который знал, чего он хочет. Он был хорошим лидером. Но у него также были свои слабости. И это также нужно помнить. После этого, в 15 главе, снова сосредотачиваемся мы на Авраме и на обердеваниях. 15-15? Да, 15-1. А, 15-я глава, 1-й стих. Не бойся, Аврам. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. И Бог снова подтверждает обещания. И Бог также будет делать с нами. По мере того, как мы будем идти дальше, если мы все еще будем оставаться на правильном пути, то Бог будет подтверждать ранее сказанные слова. Но будем ли мы таким же, как и Аврам? Бог снова подтверждает обещания, снова напоминает. И поскольку события не происходят по расписанию Аврама, либо по протоколу Аврама, то кажется, что немножечко Аврам разочаровывается. Потому что во втором стихе Аврам отвечает Богу. Я не знаю, Бог, что ты дашь мне, если я остаюсь бездетным? Мы можем это понять, ассоциировать с собой. Или другими словами, он говорит, Бог, ну, так же плохо вообще. Все еще у меня нет никаких детей. А время идет, время идет. И как вы помните, ему было 75 лет. Я не уверен точно, что же ситуация сейчас у него. Но все же, Аврам же не молодеет. И Саре тоже не молодеет. То же самое с Сарой. И Аврам начинает терять свое терпение. И продолжает он дальше, немножко в таком же русле. И говорит, что Елиезер из Дамаска наследует мое владение. Ты не дал мне ребенка. Ты не дал мне потомство. И поэтому мой домочадец будет моим наследником. И снова мы видим эту милость Божью. И было Слово Господа к нему. И сказано, не будет он твоим наследником. Нет. Но тот, кто произойдет из чесла твоих, будет твоим наследником. Бог вот с этого момента начинает больше деталей говорить. В начале это была такая общая картина, типа иди в том направлении. И только затем я дам твоим наследникам, твоим потомкам эту землю. И Бог не говорит, как это все произойдет. Просто продолжает, ну, в таком общем направлении, указывает направление. И в этой ситуации, в этой ситуации Бог уже такие детали начинает давать небольшие. И говорит, что нет, ну, тот ребенок, который получит это наследство, будет от тебя. это так хорошо, когда Бог так делает. И затем он дальше продолжает, в пятом стихе, вывел его вон и говорит, посмотри на небо, и если можешь, то посчитай звезды, то так же много наследников будет у тебя, потомство. И там говорится, что в тот момент он поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Очень часто цитируют этот стих. И обычно цитируют именно с позиции послания к евреям. То есть, Бог в этот момент говорит, хорошо, ты веришь мне. И я посчитаю это, что ты праведен, за праведность посчитаю. И мы уже знаем, что праведники наследуют Царство Божие. И, возможно, это один из таких очень знаменательных моментов во всей этой истории, что в то время он доверял, Авраам доверял. И, как мы потом увидим, все еще у Авраама будут другие трудности и поражения. И в тот момент все еще Авраам не знает, как обетование воплотиться. Затем мы видим, что Бог заключается в Авраам завет. И очень это сильно перекликалось с теми временами, когда они жили. И мы можем увидеть из этого, что означает завет Бога. и я этот раздел пропущу. И дальнейшая история в 16 главе, когда Бог вошел в этот завет с Авраамом, подтвердила призвание к Аврааму. Но все еще реальность и жизни оставались. 16 глава, 6 стих. И Сара, 16 глава, 1 стих. Сара, жена Авраамова не рождала ему. То есть, можно сказать, Сара появляется в этой истории. Я уверен, ну, по крайней мере, надеюсь, что Авраам обсуждал все те обетования, которые Бог давал ему. обсуждался это с Сарой. И когда мы читаем всю историю, то такое ощущение, что у них хорошие отношения. Но теперь Сара пытается решить проблему. что получится? А что получится? Чего мы достигнем? И каковы будут последствия? У нее была служанка, гиптянка, Агарь. и она говорит Аврааму, слушай, Адонай заключил утробу мою, войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее. это практика, которую мы не понимаем в наше время. Это что-то в их культурном контексте, что каким-то образом женщина могла принять ребенка от другой. Поэтому она пыталась решить эту проблему. У нас нет детей. Бог обещал, очень часто у нас возникает такая идея, что нам надо помочь Богу. Это реальность, которая в жизни у нас у всех. Позволим ли мы, чтобы Бог действовал, как Он хочет? Либо мы будем ему немного помогать? Верс? А, Авраам послушался слов Сары. О, о, о. Упс, упс, упс. Ой-вовой. Теперь, я не пытаюсь продвигать такую идею, что жену не надо слушаться. Но иногда Лиза говорит мне, Лиза говорит мне, Дух Святой и жена говорит тебе. Иногда это может быть правда. иногда нужно иметь развлечение. Это не только в отношениях мужа-жены, но также в отношениях с друзьями, другом. Нужно более слушать Бога, чем человека. Авраам знал обетование. И не так надо было решать вопрос. вопрос. И затем третий стих, еще десять лет жил Авраам в Хананской земле. Агария. он вошел к Агарии и она зачала. Но какой вообще результат стал всему этому? Привело ли это к хорошему либо к плохому? И затем говорится, начала она презирать госпожу свою Агарию. И затем мы получили что-то на top of it. Саре сказал Авраам «Это отражение мне все ваше 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 ». И затем еще поверх всего этого говорит Саре Авраам «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твою». Это все твоя вина. В принципе первый раз же она все предложила. И затем она обвиняет бедного Авраама. Ну не такой уж он и бедный. Он должен был лучше знать. Я отдала служанку мою недра твою она увидев что зачала стала презирать меня. Вот служанка твоя в твоих руках Авраам сказал Саре делай с ней что тебе угодно. И затем Сара поступала в своем гневе. И служанка убежала. Бог вмешивается в ситуацию. Бог должен решать наши проблемы. Бедный Бог. Но так часто и бывает. Поэтому ангел нашел ее, а Гарь нашел. начал спрашивать ее. И затем говорит возвращайся к своей госпоже, подчинись ей. Я размножаю твоих потомков. Так что нельзя будет счесть его от множества. и ты родишь сына и наречешь ему имя Измаил. И очень интересно, что во всех этих историях Бог сходит и должен решать все эти проблемы. И Бог дает имена. Измаил дал имя, что означает Бог слышит, Бог обращает внимание. Бог слышит, слушает, наблюдает. Он будет между людьми, как дикий осел. руки его на всех и руки всех на него. И потому она назвала Адонай, нарекла Господа. Эль Рои, Бог видит. И сделаем сейчас перерыв. Продолжим. Продолжение следует...